Проспект Карла Маркса, спальный район. На протяжении длительного времени в местном киоске алкоголь буквально лился рекой. На какую-либо торговую деятельность у владельца нет никаких документов, не говоря уже о лицензии на продажу спиртного, реализация которого, к слову, в нестационарных объектах запрещена. Хозяина киоска не раз штрафовали и обязали уграть ларек. Теперь киоск отправится на спецстоянку. Такая судьба, по словам главы городской администрации Олега Фурсова, ждет и другие незаконно установленные объекты. Развернута очень принципиальная борьба против незаконного предпринимательства. В течение месяца результаты этой работы будут представлены общественности. Поэтому всем тем, кто торгует нелегально, незаконно, мы обращаемся вместе с требованием легализоваться, приобрести необходимые документы и разрешения для того, чтобы платить налоги и торговать той продукцией, которой нужна граждан. Кроме того, Олег Фурсов принял решение о внесении изменений в постановление, регламентирующее расстояние от объектов торговли, реализующих алкоголь, до социальных, таких как детские сады и школы. Мы расстояние значительно увеличим. А эта норма будет отменена. Это непорядок. 25 метров от детского сада. Минимальное расстояние, где можно торговать спиртосодержащей продукцией. В свою очередь, в борьбе за безопасность и спокойствие граждан, начальник областного главка Сергей Солодовников предложил перепрофилировать или вовсе убрать с первых этажей жилых домов магазины, торгующие алкоголем, и увеселительные заведения. Органы полиции сейчас этим займутся массово. И мы все эти незаконные точки питейные в жилых массивах в том числе уберем. 15-го мы встретимся с представителями бизнеса. Мы все должны перепрофилировать, заставить бизнес перепрофилировать. Иначе мы им работать не дадим. В ходе рейда был ликвидирован и киоск на улице Ташкентской. Незаконным объектом появиться снова не дадут. За этим будут следить в том числе начальники районных отделов полиции. Помогут им в этом активисты общественной организации «Народный контроль». Анастасия Зубарева, Павел Баймаков, Константин Головин. События.